привет мои дорогие друзья сегодня по традиции я буду солить сало все вы знаете что сало я очень люблю и как известно сало всему голова и так сейчас хочу рассказать три самых главных составляющих фактора при выборе хорошего правильного сала для засолки друзья мои вот эти кусочки которые у меня лежат они были побольше я их разрезал это кострец это я пришел к такому выводу я много перепробовал разного сала там со спины там груди вот кострец самое мягкое сало просто тает во рту и так первое на что нужно обратить внимание при выборе это свежесть сало должно быть свежее оно должно быть белое может быть с легкой с легкой розовинкой мясо не должно быть заветренное сало не должно быть заветренная шкурка должна быть мягкая бывает знаете как если сало долго лежит шкура там деревянная такая засохшая этого быть ничего не должно сало я беру на рынке у проверенных людей смотрите вторая составляющая на рынке у всех продавцов есть вилки берете вилочку у меня нет у меня ножек и вот так вот под шкурку вилка или нож должны входить как в масло тогда сало будет реально мягким именно вот эта часть вот под шкурочкой далее шкурка не должна быть обработана пара знаете как сейчас вот в больших холдингах там больших вот этих хозяйских хозяйствах фермерских естественно там никто не опаливает поросят обрабатывают паром горячим под высоким давлением шкурка такая белая-белая и получается что вот эта часть от шкурки где вот сало прилегает к шкурке она до того тугое шкурку вообще не уже ешь ее приходится срезать и приходится срезать с неким количеством сала потому что она очень тугое такое сало брать ни в коем случае нельзя сало брать нужно ну естественно в идеале если она опалена там соломкой но сейчас даже в деревнях так уже не палят или паяльной лампой или газовой горелкой вот сало чтобы было опалено и желательно чтобы не было здесь в шкуре узнаете такие черные волосы там толстая шкура шкурка должна быть тоже тонкая поросенчик должен быть молодой а там не какой-то полутора или двух годовалый там свинтус где там шкура чуть ли не пол сантиметра толщиной сало будет невкусно и грубое вот друзья мои вот такие вот кусочки вот они тут кто любит как кто любит больше прослой чик кто любит там больше сала я люблю чтобы было сверху миску и дальше сальце вот это что я больше всего уважаю вот смотрите нож вообще как в масло входит вот видите вот это будет сало мягкая писала очень вкусная ну что ж теперь приступим к нехитрому процессу засолки ну что ж друзья сложного здесь ничего нет сегодня буду опять солить вот в таком пластиковом пищевом контейнере буду использовать крупную соль перемешанную с черным перцем и на вот это количество соли здесь 500 грамм 45 вот таких вот чайных ложек сахара все очень просто солить сало можно по-разному можно с любыми приправами но я это делать не люблю я люблю чисто черный перец а уже далее далее можно использовать все что угодно после того когда сало уже будет готова когда она уже посолится знаете вот вкусно потом натереть его чесноком а можно натереть кавказской аджикой такая вот такие баночки маленькие с аджикой вот это натереть можно сало вообще вот так обалденно получается натереть красным перцем черным перцем я вот прошлый раз что сало солил я его все натер черным перцем там запах такой а перец еще волшебное дерево фирма он душистая просто обалденный запах такой от него супер вот я натер просто красота кусочки в принципе можно вы ну сделать любые такие порционные кому как нравится можно еще раз разрезать можно и побольше кусок он просолится с ним ничего не случится я делаю вот так чтобы у меня ложилась сало в контейнер и без проблем берем натираем солью запах от перца просто чума просто обалденный а также можно посолить сало в пакете просто натираете солью кладете в обычный целлофановый пакет шкуркой вниз пакет не завязываете плотно чтобы сало не задохнулась и в холодильник если сделать кусочки такие сантиметров по 5 толщиной то она просолится за сутки сегодня вечером допустим посолили завтра вечером уже можно кушать вот такие кусочки как солю я вот эти будут трое суток стоять соли через трое суток можно будет их уже от соли очищать обмывать и кушать я обчищать не люблю ножом от соли я обмываю под краном холодной водой потом тряпочкой все это дело сало кусочки промакиваю просушиваю она у меня часочек потом полежит на столе и все допустим один кусочек потом натираю чесноком только в морозилку не кладу другой кусочек там натираю допустим перцем с чесноком в морозилку как и говорил ранее не кладу потому что после морозилки от чеснока неприятный запах появляется еще многие спрашивают зачем натирать красным перцем и каким именно типа чили или острым конечно же острым острым красным перцем натираете сало острый перец красный убивает все микробы и сало вообще можно без холодильника хранить очень долгое время вот так что примите этого внимания просто обычный острый перец натираете и все замечательно все прекрасно сейчас вот эти кусочки я в холодильник уберу сало даст сок и тут будет пол контейнера сока вот эти которые куски внизу они все будут в соке потому что соль она вытесняет из мяса воду и все сало будет соки шкуркой кладите вниз они вверх чтобы шкурка не засохла шкурка должна быть во влаге и тогда она будет всегда мягкая некоторые шкурку не едят я сало без шкурки не люблю я шкурку кушаю вот такой вот нехитрый способ контейнер плотно не закрываю чтобы сало не задохнулась просто сверху крышку накидываю все кострец друзья мои вообще просто замечательная вещь просто супер очень очень мягкое сало все трое суток более чем достаточно вот такая вот красота друзья мои очень нехитрые манипуляции через три дня можно будет кушать вот это вот обалденное вкусное сало с чесночком да под стопочку это просто ай словами не передать уже слюни потекли сейчас накрываю крышкой и холодильник и все все очень просто можно еще знаете как солить можно в тряпочке солить вот берете тряпочку сало натерли солью тряпочку на тряпочку положили тряпочкой сало завернули пакет и в холодильник тоже очень быстро очень хорошо просаливается вообще способов очень много но последнее время я не люблю солить в рассоле что-то надоело мне просто сало в рассоле а так в рассоле обалденно получается ну привык я вот таким вот способом просто быстро красота друзья мои отлично все отправляю сало в холодильник до новых встреч два пальца вверх быть добры